приветствую вас сегодня мы в америке в american track simulator и у нас мод петербилд 387 сразу скажу для тех кто не так не так популярен american track simulator как евро track simulator сразу скажу что мод подходит и туда и туда то есть вы можете его спокойно запустить в евро track simulator для этого есть файл совместимости достаточно много там в паке всяких и американские есть и европейские номера так что подойдет он для евро track simulator также записал его в плейлист для american track simulator потому что у меня там мало модов пускай будет разнообразие итак петербилд видно что представлен он в трех кабинах day cup mid roof и актив space super самый большой давайте начнем из day cup а в принципе как вы видите как обычно мы можем менять любое время поменять все эти три конфигурации это все 387 петербилд вот так вот он выглядит простенькая такая модель но достаточно приятная глазу скосая такая у него у него мордочка нормально так все и есть даже окошки тут двери отлично смотрится так так давайте теперь посмотрим mid roof видим что появилась у нас вот такая вот спалка и и ставим теперь актив space супер также нас предупреждают что будут изменены элементы и вот такой вот со вторым этажом нас тут везде есть окошко здесь и здесь отлично смотрится этот вариант мы будем рассматривать давайте посмотрим что у нас по шоссе 6 на 4 6 на 4 5 will middle не знаю что это означает давайте посмотрим видим что визуально они никак не отличаются 5 will for will close 64 short нельзя ставить потому что у нас короткий уже поменяется поменяется наша спалка и middle тоже ставится только на mid roof так что давайте оставим шоссе 6 на 4 но меня вполне устраивает смотрим что у нас по двигателям видим катерпилары здесь из исключительно несколько видов до 700 лошадиных сил от 380 трансмиссии 6 мы видим 10 13 и 18 с ретардером теперь переходим вкусному что у нас по по нашему интерьер чеку вот так вот выглядит интерьер чек видим что текстура кожи есть но вот этот цвет цвет мне на пак это обшивочка мне напоминает такие дешевые китайские пенопластовые упаковки так что надеюсь что можно поменять итак мы стоим сейчас на стандарте давайте начнем с верхом вот так вот у нас комбинация половина пластикового половина дерева полностью дерево эксклюзив синие с такой все встает видим что на дверях тоже есть вставочки эксклюзив синие следующий эксклюзив так а чем он отличается от second generation а у нас другие датчики все понял датчики полностью меняются это отлично стандарт на котором мы стояли видим что некоторые приборчики прибавляется здесь второй стандарт это синие то же самое только вместо дерева все синим закрашивается и вот такой вот chrome chrome выглядит неплохо вот эти окантовки наших приборчиков очень даже ничего наверное его и оставим оставимся на этом варианте так следующее что мы делаем это мы смотрим наши раскраски видим что раскраски представлены цветовых и есть еще тест вот такой вот и петр был рус с флагом россии как мы видим сейчас приближу также в папке с модом будет будет файл шаблона то есть вы сможете там при навыках работы там фотошопе сделать свой шаблончик отлично оставим наверное зеленый такой цвет дальше что мы посмотрим дальше мы посмотрим что у нас по внешнему тюнингу начинаем снизу точек видим предостаточно нижняя защита у нас двух вариантах такая пошире на них можно ставить точки точки свои тоже видим такие кругленькие неплохо неплохо давайте их поставим вот эти дот по всему периметру надеюсь что бампер не уберет их то что я выставлю замена бампера имеет вот так вот будут выглядеть у нас точечки так переходим дальше лиценз плейд это у нас номерки здесь ставятся следующее это у нас оверсайз лот так дальше что у нас дальше мы по бокам тоже можем расставить этих точек ну я этого делать не буду потому что это займет много времени хорошо что это все поддерживается вот заходим видим то те же точки что мы ставили на нижнем бампере но будет выглядеть конечно красиво блин так и хочется но еще я сомневаюсь вот давайте одну точку поставим одну точку поставил и как видите она не дублируется с этой стороны то есть поставив здесь точки мы идем туда и тоже там ставим хотелось бы чтоб она дублировалась это все дело ладно переходим дальше что у нас кенгуру это наш кенгурят нику такой вот достаточно неплохо в их выглядит вот второе не могу понять он просто пропадает ну давайте вот такой вот поставим для разнообразия это украсить немножко так это линии по бокам мы уже посмотрели что у нас по решеткам давайте смотреть видим разные текстуры решеток есть можно выбрать на свой вкус не знаю мне нравятся те что помельче такой вот такая или такая ну это гриль 2 сток так chrome front mirrors как мы видим так необычно сделано одной точкой обычно точки по бокам и можете ставить только одно зеркало тут сразу ставятся два надо не забыть проверить если там правильно ли там отображается все защита бак дефлектор некрасиво смотрится сразу убираю так вот видим что значок спереди начинает двоить там у нас уже стоит один значок так что этот мы убираем здесь мы можем ставить по стандарту стандарт плейт своей надписью или же теле пас девайсы так дальше это все у нас внутрянка давайте посмотрим по санвизором санвизор уже стоит вот такой вот он давайте посмотрим хромированный вот так вот выглядит хромированный но мне принципе не нравится лучше уже такой стоковый кстати его можно убрать но сильно много у нас от этого не прибудет обзор все равно будет поменьше так смотрим что у нас слайд баром вот такие вот точки у нас добавляются мы можем у такие люмен фары поставить или же поставить хорны аж наверх ну давайте хотя бы вверху их хотя можно по бокам airhorn раз разместить а сверху две фарки люмен 3 так и так давайте проверим освещение вот так вот они светят спереди фары светят плохо что в хорже нельзя сделать темно выключить свет чтобы проверить фары не знаю airhorn можно и сюда ставить здесь у нас точки тоже для аэрхорна но у нас уже стоит аэрхорна в общем общее число аэрхорна в точек у нас один два три 4 точек для аэрхорна отлично переходим на бок смотрим что у нас сбоку здесь можно флажки для тяжелых грузов ставить так здесь у нас сайт слипер будет изменяться это нам не нужно как мы видим по шинам и по дискам у нас все по стандарту сайт blinkers уже установлены так дальше идем бейс это у нас убирает нашу защитку и здесь у нас открывается дюк и ой баки ступеньки а так мы видим только ступеньки бак закрывается но отлично хоть так вот так вот это у нас боковая линия ну принципе мы можем поставить эту трубу но не ставить к ней световых точек тоже будет неплохо смотреться так голубая неоновая лампа и красная неоновая лампа ну не знаю к зеленому это не не подходит но давайте красную видим что тут такая вот полосочка добавляется давайте синюю добавим красный красную поставим может быть угадаем с цветом так по трубе уже стоит вот такая одинарная можно поставить двойную но двойная не стоит ему давайте посмотрим что она у нас уберет вот так вот двойная выглядит помощнее ее я и оставлю так брекет не знаю что это такое а здесь можно ставить мигалки да так есть вот так вот по бокам ну если мы мигалки не ставим то этот брекет надо 100 как-то убрать если попаду в точку все убрал отлично так трубы двойные поставили юбку поставили здесь база у нас такая есть и есть вторая это у нас добавляется вот такие защитки так так видим что еще вот такую вот что концу сзади это я так понял ящик с чем-то там так фендеры мы поставили так здесь на фендеры мы также можем поставить точки светом так давайте поставим по точечке ну мне не нравится единственное что тут надо ставить точки с каждой стороны что они не синхронизируются немножечко неудобно все поставили точки что у нас сзади сзади у нас тоже табличка с номерами ставится и вот такая вот дополнительная для освещения плейт так можно менять заднюю часть у нас рамы кстати куда девается наши брызговики вот у нас брызговики вообще убрала ну я же говорю тут немножко нехорошо сделали что нету синхронизации некоторые части просто сюда не стают давайте вернем видим российские номера тут даже можно поставить ну там моде есть несколько видим что тут точку можно мы выбираем или ставим брызговики вот такие вот первые вторые вот так вот будут выглядеть все достаточно переходим теперь к интерьер чеку мы в интерьере давайте посмотрим blue stripes это у нас полоса такая затеняющая ну в принципе если вам недостаточно нашего санвизора то можно добавлять такие видим что вот это загрязнение такое добавлять ну давайте загрязнение мать принципе нам обзора хватает так mine mirrors painted или chrome почему-то не аж здесь вот такой вот можно добавить тоже затенял очку дальше что мы видим это gps дисплей и портаблый навигатор нигде не отображается давайте gps поставим здесь также можно ставить gps в виде такого телефона очень даже неплохо так слоты здесь мы видим поддерживается сису и это очень даже хорошо поставили вот такую вот им пилочек что мы видим здесь здесь gps gps 5 слот так так gps вот так вот поставили gps того у нас три gps а будем смотреть какой из них лучше так здесь тоже можно слоты ставить здесь автор сделал хорошую такую штучку что подобраны предметы но как видим очки сюда не влезли почему-то хотя они тут есть и road 66 что-то там какая-то веселка так что пост поставим сюда вот ботал это она нормально сюда встает и второй слот вообще здесь ни при чем так смотрим что у нас здесь здесь тоже можно поставить магазин ну эти предметы сюда абсолютно не идут давайте посмотрим сису поддерживается попробуем пассажира пассажира к сожалению тут выпилены потому что я так понял что они не помещается тут кинем планшетик так это у нас таблички тейбл можно добавить столик что не может не радовать на столик можем там уже поставить какие-то предметы видим что все хорошо стоит вот слишком большой предмет будет нам мешать ехать то есть нужно подобрать что-то маленькое чтоб сильно нам не мешало все идем дальше мир мы уже посмотрели идем вверх здесь у нас санвизор мы с ним уже разобрались весел очку можно сислов скую подвесить light light а видим сразу нас предупреждают что включается на на о light center light life давайте по центру подсветку поставим так galaxy там чего-то вот такое огромное радио у нас ставится ну посмотрим как она будет работать так что у нас поспалки поспалки кто же какая-то . здесь можно red bull поставить на его абсолютно там не видно так что смысла что-то ставить там нету так что у нас с рулем руль как видим стоковый в одном экземпляре остальные это dlc-шные рули их я не буду ставить потому что нам надо проверить как работает сток все отлично поставлено на что мне не понравилось так еще тут . это можно на пол еще что-то кинуть но я не буду мусорить не понравилось что нельзя все-таки обшивку эту менять ну хотелось бы конечно поменять хорошо подтверждаем я вам покажу мельком как сцепился трейлер и посмотрим уже в игре наш грузовик итак давайте посмотрим как он совместится с рефрижератором видим что кабели у нас прицепились все хорошо ничего нигде не задевает переходим уже к игре итак мы внутри нашего грузовичка давайте осмотримся вот так все выглядит видим что обивка у нас даже на спалке это дерево но как по мне то хотелось бы другие варианты дерева или там карбончик какой-то деревянный люблю ставки но не такие вот так вот выглядит у нас радио в игре двойные зеркала зеркала на капоте вот так вот показывают здесь я прогадал с дпс он он перекрывает наше зеркало но ну оказывает все нормально давайте включим двигатель послушаем звук вот так вот включается двигатель как вы видели у нас здесь такие два ряда иконок хромированные датчики не бликуют это хорошо итак у нас есть три gps а я поставил в принципе можно пользоваться и вот этим с мобилочкой он будет минимально закрывать нам обзор но вот эти побольше и они по контрасте здесь не рекомендую ставить потому что как видите перекрывает наше зеркальце капотная вот здесь ему самое место его сразу видно хорошо зеркала сильно не вынесены их видно сразу при обзоре я имею ввиду про левое зеркало смотрим что у нас по регулировкам как видим не поддерживается регулировка у нас регулировка руля но принципе у нас все датчики на виду некоторые конечно перекрыты вот так вот можно отодвинуться еще лучше в наш обзорчик все давайте будем теперь проверять поворотнички видим что есть анимация и индикация стрелочки показывают все хорошо сигнал вот такого это отличнейший сигнальчик у нас теперь мы включаем дождь как показывалось автором что достаточно чистый лох у нас здесь это еще не относится так дел слишком все вопросы и так включим плохую погоду пошел дождь давайте посмотрим на наши окна видим что даже в спалке тоже намокают окна это хорошо на перегородки не идет дождь это классно давайте включим стеклоочистители и так они справляются давайте смотрим если второй вариант да есть второй вариант теперь ищем где он на приборке не замечаю я переключение работает дворника к сожалению кнопок много но сожалению нету анимации переключения режимов дворника выключаем дождь точнее включаем ночь нам нужно посмотреть что с светом и так как мы видим здесь достаточно светло включаем подсветку подсветка оранжевого цвета вполне себе приятная такая и дальние вот так вот светит хорошо посмотрим что с освещением включаем на о я выбрал освещение по центру принципе все достаточно хорошо освещено так следующее что мы смотрим это мы посмотрим с внешки итак смотрим внешку вот так вот наши огоньки светятся к сожалению только с одной стороны я поставил видим что с этой стороны на наших защитах для колес тоже есть точки они вполне себе работают фары достаточно яркие тут претензий нету давайте посмотрим поворотники поворотники вот такой вот точкой полоска плюс точка и дублируется сбоку поворотники очень хорошо видно тут вопросов нету что касается дворников надо включить день чтобы их увидеть видим что они работают снежки тут вопросов также нету выключаем дворники грязь на стеклах сильно не видно точнее вот в такой яркой солнце и и даже не видно полоска нам помогает затенять это все хорошо работает давайте немножко проедемся а кстати стояночный стояночный стоп видим что есть анимация стояночного ручка кпп не анимирована педальки анимированы хорошо отлично не все анимации есть к сожалению но не все сразу давайте объедем наш гаражик и обычно здесь стартую но это когда я с трейлером с трейлером не тяжело поворачивать здесь такие узкие улочки так давайте а куда же мне поехать может в этот раз повернуть сюда никто не едет да не заветил автомобиль теперь придется как-то выкручиваться он опять собирался проехать на его не пропустил и так мы едем давайте прямо проедем все не знаю можно ли там где-то запарковаться скорее всего нет я сделал ошибку хотя давайте вот здесь здесь нельзя проехать здесь съезд то есть нам только вот сюда и там где-то на обочине станем в принципе на обочине тоже можно фотографироваться и все такое так тут у нас перекрыто вот здесь я припаркуюсь такой технической зоне я вижу там есть там там закрыт проезд окей останавливаемся здесь здесь мы не будем мешать там грузовики проезжают у нас все нормально видим что в это кошка видно дорогу тут все хорошо что касается мода хорошо что есть возможность сразу же и в етс его загонять и сюда это большой плюс видим что кстати провода рации хорошо так физику имеют хорошую их не колбасит это отлично что касается интерьера есть несколько вариантов но они сильно повторяются здесь у нас комбинации приборчиков и вот это дерево только в одном экземпляре мы знаем что есть отличнейшие моды там петербилд этот не петербилд ну кенворд к 100 е очень классная там кастомизация вот приборки вот хотелось бы здесь такое видеть чтобы было несколько вариантов по пластику дереву карбон можно сюда вот поставить было бы вообще классно я думаю что что он не отлично просто вот такое красного это дерево не нравится что касается gps тоже классно сделали что есть выбор большой на стекле не рекомендую вот этот ставить рекомендую поставить или же вот эту мобилку или же это мобилка немножко засвечена а вот приборки вполне себе нормальный gps которого хватает с головой прикольная здесь рация предметы не все влазят в те места которые им назначены есть точки которые вообще в воздухе висят пассажира к сожалению с собой нельзя вести так спалка нормально там как бы не придерешься по звукам тоже все хорошо что касается внешки кабели у нас цепляются тюнинга не очень много я вам скажу я бы сказал бы мало тюнинга но много вот этих световых точек можно раз расставить по по всем вот этим защитам для колес по краям везде можно поставить точечки ну я думаю что мод на твердую восьмерочку до девятки ему еще далеко но вполне себе пристойный мод пробуйте его кто для тс кто для евро трак симулятор надеюсь вам понравится спасибо за просмотр моего обзора не забудьте подписаться если вы этого еще не сделали и до новых встреч пока